Поистине необычайное событие случилось в Башкортостане на этой неделе. Я говорю о том, что окончательно поставлена точка в деле Фадхулы Исхакова, 86-летнего пенсионера, который долгие годы, десятилетия добивался справедливости. Это история человека, которого в 1959 году незаконно осудили на 15 лет, из которых он отсидел 13 лет в колонии строгого режима, подвергался мучениям, пыткам и всевозможным издевательствам. И вот последние 10 лет он активно занимался собственной реабилитацией. В 1990 году, вновь открывавшие обстоятельства, прокуратура Республики Башкортостана настолько затянули дело, чтобы у них цель одна была, я понял, чтобы не допустить это дело в суд. Все эти годы ему помогал талантливейший юрист Республики Виталий Буркин. И вот сейчас Фадхулы Исхаков оправдан окончательно. Уже умерли все те судьи, прокуроры, следователи, которые засадили человека безвинно на такой длительный срок в тюрьму. Но, как говорится, есть кому ответить. Отвечать будет российское государство. И по нынешним законам, по тем нормам компенсации за неправомерное осуждение, Фадхуле Исхакову полагается компенсация в размере 450 миллионов рублей. Я считаю, что это очень справедливое возмездие опростоволосившемуся правосудию. Государство обязано выплатить эти деньги, если уж оно такие нормы разработало. Не знаю, были ли прецеденты в российской юриспруденции, юрисдикции вот таких вот компенсаций за безвинное осуждение. Но я искренне рад за Фадхулу Исхакова. Шесть лет назад, в 2017 году, мы снимали интервью с Фадхулой Исхаковым, где он рассказывал свою историю. Я искренне ему сочувствовал тогда и очень радуюсь за него сейчас. Мы в этом случае получили подтверждение того, что справедливость все-таки где-то существует, ее можно добиваться. Пускай и путем, и ценой таких неимоверных усилий, которые прикладывал и сам уже очень пожилой человек и его юристы. Я еще раз подчеркну роль в этой истории Виталия Буркина. Человек, который совершенно был убежден в своей правоте, в правоте своего клиента. Который долгие годы, несмотря на бесконечные отказы инстанций, прокуратур, следственного комитета, все равно шел и шел к этой победе. Я всех поздравляю. Я искренне рад за Фадхулу Исхакова и за Виталия Буркина. Я буду, хоть честным имя, уйду на той иной мир. Весь у меня желание, чтобы мои внуки, мои дети, внуки, правнучки, мои все родные племянники, у меня более 300 человек племянники. Они все знали, что все установлены, что справедливость. Хочу только установить справедливость. Приговор Народного Суда в первом участке Нейкинского района Башкирской ССР 19 октября 1959 года. Определение судебной коллегии по уголовной делам Верховного Суда Башкирской ССР 19 ноября 1959 года. Постановление Президиума Верховного Суда Башкирской ССР 18 марта 1988 года. В отношении Искакова Фадхулы Бадридина Ильича в части осуждения по статье 19 пункта АЕ ч. 1 ст. 136 УК РССР в редакции 1926 года. И определяем судебной коллегии по уголовным делам 6 Конституционного столбчей республики. От 18 июля 2022 года в порядке главы 49 ПК РФ отменить. Уголовное происхождение Искакова в данной части прекратить на основании пункта 1 ст. 1 ст. 27 ПК РФ за непричастность к совершению преступления.